Из-за командировки на прошлой неделе на координационный совет при полпреде в Приворском федеральном округе по вопросам развития физической культуры и спорта итоги недели подвожу сегодня в понедельник. Только что встречался с ребятами, которые служат на кораблях Новочебоксарск и Чувашия на Балтийском флоте. И это было связано с праздником День защитника Отечества. И в связи с этим хочу отметить то, что на прошлой неделе было принято ряд важных решений по отношению к тем людям, которые защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне. Известно, что по решению президента страны Владимира Владимировича Путина ветераны войны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Мы из бюджета Чувашской республики добавим к этой сумме 25 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень важное решение. Мы об этих людях должны всячески заботиться и помнить о тех подвигах, которые они совершили. Другим очень важным решением прошлой недели является продолжение темы прожиточного минимума. Кабинет министров утвердил проект закона, в соответствии с которым в дальнейшем не будет снижаться прожиточный минимум в Чувашской республике. А значит, останутся на должном уровне социальные выплаты людям, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Следующая неделя не менее важная. Мы будем принимать закон о внесении изменений в бюджет Чувашской республики. Здесь также заложены очень важные социальные задачи. Это, прежде всего, достаточно большой объем ремонтных работ в образовательных учреждениях. И здесь мы ставим перед собой задачу, чтобы эти образовательные учреждения были современными, доступными и, самое главное, содержательными с точки зрения возможности получения современных знаний. Также в рамках закона будут решены вопросы индексации социальных выплат, которые не осуществлялись в течение последних трех лет, и решение других очень важных задач, которые стоят перед республикой. В моем понимании, каждое заложенное решение в названном документе должно принести конкретную пользу жителям Чувашской республики.